всем добро пожаловать на подсолнечную кухню сегодня мы с вами будем мариновать кабачки это тот случай когда пробуешь рецепт который никогда не пробовал и делишься с ним зрителями ну в общем девочки будем пробовать вместе и ошибаться вместе если получится что-то невкусное в общем я тут разбиралась со своей овощерезкой овощерезка нужна такая которая вот такими тоненькими пластинками их нарежет рецепт я увидела в одноклассниках так что я решила попробовать вот вот так вот у меня получилось нарезать еще у меня тут а две половинки цукини лежат их разрезала попам потому что они были сильно длинные я решила что такие вот хлопья длинные никому не интересны а вот такие вот в самый раз я думаю подойдут если они тоненькие так сейчас я дорублю эти два цукини где-то написано на полкило ну не знаю если у меня полкило или нет полторы чайных ложки соли две столовых ложки сахара две столовых ложки уксуса и примерно 70 грамм был написано под солнечную массу у меня нет у меня виноградная так что растительное любое это думаю подойдет и нужна зелень которую я сейчас пойду в огородик и нарву чекаю я их примерно так то есть в одну сторону и идут очень легко потом когда доходишь примерно до половины уже тут не за что держаться тут наступает самый интересный момент я тогда беру и переворачиваю его стороной он мне тогда не получается целиком но все равно эти пластинки достаточно широкие просто так намного скорее могу с ними управиться когда я все порезала я пошла накопала себе пару зубочков чесночка свеженького и нарвала себе в огороде зелень петрушка укроп наверно можно кинзы добавить если кинзы любите поскольку я завтра планирую взять это дело на шашлыки к этому я еще буду нести сальсу вот в сальсе будет как раз достаточно кинзы так что мы попробуем немножко разделить с кинзой и без кинзы берем нашу зелень туда чеснок на некоторый подарился пока его чистила свой такой домашний свеженький тот который не подавился сейчас мы его потрем чтобы он там такими вот красивыми тоненькими полосочками у нас был уксус 2 столовые ложки 2 столовые ложки сахара полторы чайной ложки соли я все это немножко так перемешаю наша соль к кодочка не поженилась и сахарок все остальное потому что если я добавлю масло то все это процесс затруднит пахнуть пахнуть я вам скажу под шашлыки завтра я думаю это будет самое оно так вот теперь когда мы все это более-менее перетерли добавляем маслица теперь еще разик с маслица украсть и попробовать идеально идеально уже сейчас на вкус запросто можно хрупать как салат написано было мариновать 3 часа так что это вполне такое что можно вот уже и на ужин есть